В этом году мировые автопроизводители представили североамериканской публике более 30 новинок, наиболее яркие из которых стремительно набирающие популярность электромобили. Среди них вот этот, по словам создателей, первый в мире полностью электрический пикап «Хаммер», а также современная версия классического микроавтобуса «Фольксваген», некогда одного из символов эпохи хиппи. «Он не бензиновый, он электрический. Я думаю, он станет популярным среди серферов и тех, кто вырос, катаясь на оригинальных микроавтобусах «Фольксваген», тем, кому нравится быть за его рулем, потому что он забавный, и неважно, насколько он быстрый или какой у него запас хода». Отмечая 115-й юбилей LA Auto Show, организаторы выставили на обозрение публики автомобиль Detroit Electric 1915 года. Рядом с ним C21 – гиперкар Кевина Зингера, большая часть которого, включая двигатель, была напечатана на 3D-принтере. «Мы до сих пор производим автомобили так, как мы научились это делать 100 лет назад. Настало время, символически выражаясь, с печатной машинки уже перейти на компьютер и разработать цифровое производство авто. Я основал компанию, которая использует суперкомпьютеры и искусственный интеллект, чтобы строить машины». Компания Ford приглашает посетителей прокатиться на новой версии внедорожника Bronco и демонстрирует возможности электропикапа F-150 по прозвищу «Молния». Два электрических мотора по одному на каждой оси, 580 лошадиных сил и разгон до 100 километров за 4 секунды. «Мы также разработали технологию, которая в случае перебоев с электричеством позволит вам в течение нескольких дней питать свой дом от электрического пикапа». К 2030-му добавляет турнбал половина всех выпускаемых в Ford 150. Самых продаваемых пикапов в Америке будет электрической. Большое внимание на автошоу было уделено производству аккумуляторов и созданию инфраструктуры для зарядки электромобилей. А любителям автогонок показали беспилотный гоночный автомобиль, созданный для участия в студенческих соревнованиях «Индия Атономис Челлендж», цель которых – продвижение разработок в области самоуправляемых авто. «Автомобиль принимает решения по ходу гонки самостоятельно, причем использует не столько возможностей искусственного интеллекта, сколько запрограммированные студентами алгоритмы поведения автомобиля на дороге». Примерно таким, по мнению организаторов автошоу в Лос-Анджелесе, будет ближайшее автомобильное будущее. Так что пристегните ремни. Евгения Дело, Анатолий Кошенко, Настоящее время Америка, из Лос-Анджелеса. Миirstа Атономис Челленджи, Настоящее время Америка –